Тесты у вас, дорогие друзья, на очередной торговой сессии вторника, на календаре 7 июня, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Нонфарм отгремел, рынок потихоньку успокаивается, приобретает какие-то очертания, давайте разберемся подробнее. Начнем с индекса S&P 500. S&P 500 удерживается в среднесрочном флете, пока что нет какого-то конкретного движения, несмотря на то, что средние скользящие говорят нам, что тренд восходящий, сейчас наступает выгодное время для покупок. Делать это нужно весьма и весьма аккуратно, потому что все-таки глобальный тренд у нас здесь остается нисходящий и любое движение в шорт может спровоцировать новую волну продаж и нас выбить с не очень хорошим убытком или просто оставить в просадке. Поэтому пока что мы работаем во внутридневном формате, с какими-то короткими сделками и смотрим за формированием глобального или среднесрочного тренда. Помимо всего прочего у нас образовалось две зоны ликвидности, нижняя зона 40.78, 40.49, верхняя зона 41.90, 42.21. Цель по начальному повышению у нас именно 4200, поэтому мы конечно же будем рассчитывать, что мы оттестируем сначала нижний целевой диапазон, нижнюю зону ликвидности, а затем пойдем к верхней. Это будет наш основной сценарий на ближайшие пару дней. Ну а после того, как этот сценарий отработается, будем ждать уже конкретно либо выхода за границы флетового диапазона в восходящем направлении, либо соответственно в нисходящем направлении. И тогда уже отрабатывать какие-то дальние глобальные цели. Идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару пока что мы удерживаемся также в восходящем тренде возле нижней границы диапазона средних значений. Как раз оттестировали сегодня на азиатской торговой сессии уровень глобальной, уровень глубокой коррекции. Что здесь примечательно по паре евро-доллар? Тренд восходящий, который когда-то у нас сформировался на коррекции американского доллара, потихоньку начинает затухать. То есть мы уже видим, что максимумы у нас не обновляются, поэтому стоит ждать дальнейшего снижения. Я думаю, что тот восходящий сценарий, который мы строили с походом к верхнему целевому уровню 1.08.180, он уже не исполнится. Ну по крайней мере не в ближайшее время. Конечно все может измениться в четверг, если на новостях по процентным ставкам скажут что-то позитивное или сверх оптимистичное. Но тем не менее я считаю, что все-таки здесь стоит пока что не торопиться с определением какого-то конкретного однозначного тренда. У нас есть в конце концов несколько наклонных трендовых линий, которые защищают нашу конструкцию. И в случае пробоя этих линий мы понимаем, что у нас происходит дальнейшее движение и просто присоединяемся к тренду. Ну а пока что у нас основной сценарий будет именно вот такой, на дальнейшее нисходящее движение цель 1.06.162 с текущих позиций. Это не очень много, это всего лишь 65 пунктов, но тем не менее. Вот пока такой сценарий. Далее идем в фунт доллар. Фунт доллар, так же как и S&P, находится в среднесрочном флете уже несколько торговых недель, как получается третья торговая неделя. Находимся во вполне очертаемых границах 1.24.575, верхняя граница 1.26.632. Основная идея здесь конечно же это выход из флета и продолжение трендового движения. Но пока мы болтались во флете, у нас, обратите внимание, образовалось здесь очень много зон ликвидности. Некоторые из них отработали наполовину, а некоторые не отработали вообще. Новая зона ликвидности, которая у нас появилась это 1.24.244, 1.23.691. Это нижняя зона и 1.26.313, 1.26.845 это верхняя зона. Идея точно такая же, то есть мы ждем, что у нас произойдет тест одной зоны, отскок и движение к другой зоне. Но с учетом формата технической картинки, я все-таки рассчитываю, что мы сначала пойдем к верхней зоне, а затем пойдем к нижней зоне, и затем через пробой уже уйдем ниже к цели 1.21.903. Это будет основной наш сценарий. Ну а если мы пойдем сначала вниз, то здесь смотрим по факту, потому что зоны 2, оттолкнуться мы от них можем очень хорошо, но не стоит рассчитывать на большой потенциал, на потенциал больше, чем ретест зеркального уровня 1.24.589, потому что может произойти просто вот такая картинка. А верхняя зона ликвидности мы оттестируем как-нибудь потом, может через месяц, а может через год. Далее идем. Доллар иена. Доллар иена продолжает лететь в космос. Однонаправленное трендовое движение без каких-либо коррекций, ну просто аномальное, если честно. Вчера очередную цель мы пролетели, не было абсолютно никакой возможности, никакого сигнала зайти в шорт, но может оно и хорошо. Продолжаем наблюдать за ценой. Ближайшая цель 133.371, 133.964. До этого диапазончика совсем немножко осталось, и как только мы его достигнем, здесь уже можно будет поискать какие-то также разворотные моменты, разворотные паттерны. Ну а пока что продолжаем работать в лонг. Идем дальше. Доллар канадец. Доллар канадец вчера в очередной раз обновил локальный минимум. Как видим, был ложный пробой. После этого мы поднялись выше уровня 1.25758. Пока что на премаркете Европы мы даже закрепляемся выше этого уровня. Так что здесь вполне возможно, что все-таки мы увидим сегодня какой-никакой, но коррекционный момент и движение в диапазон средних значений. Ближайшая цель 1.26643, 1.26922. Рассчитываем на достижение этого диапазона. Ну а здесь, поскольку у нас есть пивот, смотрим внимательно и в случае закругления снова продаем, потому что тренд у нас здесь пока нисходящий. И мы еще можем поработать в шорт, ну а если будет какой-то пробой наклонной трендовой линии, она здесь у нас в принципе одна, основная, по текущему нисходящему движению, то здесь у нас сценарий один и тот же. Будем по паттерну 1.2.3 покупать с дальнейшей целью в 1.27667. Вот такие у нас идеи по доллар-канадцу. Далее идем доллар-франк. Доллар-франк вчера наконец-то вышел из зоны проторговки, из зоны флета. Как видим, все хорошо, пока все идет по нашему сценарию. Сделали первую размерность, была небольшая реакция. Теперь для того, чтобы нам присоединиться дальше к восходящему движению, если вы вдруг не успели зайти на пробои, нам необходимо дождаться коррекции. Ближайший уровень коррекции 0.96725, более дальний 0.96517. Заходим от этих границ. Ну и собственно по той же самой размерности, по которой мы сюда пришли. Рассчитываем на достижение следующей цели 0.98288, 0.985026. Вот такой сценарий по доллар-франку. Далее австралиец. По австралийцу у нас буквально 20 минут назад грянули новости. Это процентные ставки. Как видим, движение однонаправленное. Стало быть, процентные ставки у нас подняли по Австралии, поэтому стоит в дальнейшем ожидать позитива. Трендовая линия у нас уже пробита, поэтому сейчас ждем небольшого отката и по паттерну 1.2.3 входим в сделку с идеей первой цели в 0.73-0.76, ну а дальше можно подержать до 0.74. Пока что не будем торопиться с глобальными целями. У нас есть трендовая линия вот такая, можно ориентироваться как на цель на эту трендовую линию. 97 пунктов. В принципе, хороший профит. Что же касается вероятности нисходящего движения. У нас есть сегодняшний пивот, который образовался на азиатской торговой сессии, поэтому в принципе, если цена будет закрепляться ниже данного пивота, то здесь смело можно рассматривать шарты. Хотя, конечно, фундамент сейчас выступает на стороне лонговых позиций, но тем не менее, все возможно, это все-таки рынок. Ну и тренд восходящий, поэтому шартить, конечно, не очень хочется. Но можно попробовать такой именно сценарий. Идея этого сценария будет состоять в том, что, во-первых, трехсоставная более глубокая коррекция перед глобальным походом вверх. Ну а во-вторых, что касается конкретно вот этих движений, то здесь просто можно рассмотреть вот такой сценарий максимального движения, который тоже вполне возможно будет. Но не очень хочется шартить, честно. Вот не совсем здесь не смотрится картинка в шорт, поэтому давайте шорт все-таки трогать не будем, а будем именно работать в лонги. Далее идем в новозеландец. По новозеландцу выполнили трехсоставную нисходящую коррекцию. Вот она. Оттестировали линию поддержки, поэтому все, в принципе, здесь сейчас указывает, что мы можем с вами пойти в восходящем направлении. Для того, чтобы нам купить, нам необходимо дождаться пробоя наклонной трендовой линии. Вот она наша линия. Ну и, собственно, первой целью у нас будет обновление локального максимума и движения вот по такой размерности. Это получается, ну, профит где-то порядка 50 пунктов. Если рассматривать точку входа на ранних позициях, то здесь можно просто по младшему таймфрейму попробовать поймать ранний разворот. Но какой здесь может быть у нас нюанс? Дело в том, что сейчас мы находимся на границе трендовой линии, и при ее пробое и формировании паттерна 1, 2, 3, по идее, мы должны с вами отработать движение в шорт. Но поскольку тренд восходящий, этого не очень хочется делать, поэтому я все-таки за то, чтобы быть благоразумным и работать исключительно по тренду. Если мы пойдем вниз дальше, то мы просто подождем, когда мы спустимся до нижней зоны ликвидности, это 0.64257, отсюда уже зайдем в лонги и отработаем вот это движение с тех позиций, откуда мы понимаем, что есть потенциал разворота, а не просто прямо сейчас, потому что... Вот, поэтому по Новозеландцу действуем аккуратно. Далее идем в золото. По золоту вчера не дотянули мы, к сожалению, до проторговки, не было у нас точки входа, тем не менее мы ушли дальше вниз, размерность пока не выполнили, но конструкция здесь нечто вроде усеченной. Что будем делать сейчас? Трендовую линию мы вроде как проторговали, но уже формируется обратный паттерн 1.2.3, поэтому неоднозначная ситуация. И здесь, наверное... Ну, я бы не рекомендовал, наверное, золото торговать, потому что я не совсем понимаю, что с ним сейчас происходит и куда оно в итоге будет двигаться. Максимум, что я могу порекомендовать, это подождать более глубокой коррекции до вот этого пивота примерно 1830. Вот от этой котировки от 1830 здесь уже можно зайти в покупку, поскольку здесь, ну, будет, во-первых, пятисоставное движение, то есть у нас уже есть волны 1, 2, 3, и сейчас формируется четвертая волна. Ну, а в случае с пятиволновкой, то есть тогда уже будет понятно, к чему мы идем, и здесь можно будет не только зайти агрессивно попробовать, но еще и добавиться на формирование паттерна 1.2.3. Ну, а пока что в данный текущий момент здесь тренд у нас меняется на нисходящий. Единственное, что приходит в голову, это попробовать зашортить золото. Вот примерно из этой зоны. Здесь у нас даже нет никакого больше ключевого уровня, то есть только одна размерность у нас фактически 1847. То есть цена подойдет 1847, отсюда можно будет золото зашортить до указанных целей 1830. Пока что вот такой сценарий на ум приходит. Так, идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть пока что находится у нас во флете. Вчерашний день такой был достаточно вялый, но тем не менее при пробое наклонной трендовой линии удалось немножко собрать. Здесь примерно 80 пунктов. Что будем делать сегодня? Ну, поскольку тренд у нас пока восходящий, мы работаем исключительно с вами в лонг. Так, есть у нас наклонная трендовая линия, которую мы благополучно уже на азиатской торговой сессии пробили. То есть, в принципе, сейчас все нам говорит о том, что мы можем двинуться дальше вверх к следующим целям. То есть 122.78, 122.86. Ой, 122.28, 122.86. Ну, а уже по достижению этой цели здесь у нас будет образована неплохая дивергенция. Можно будет поговорить о том, чтобы как-то продать нефть и заработать на падении и коррекции в диапазон средних значений. Пока что продаж я здесь не вижу. Так, и биткоин. Биткоин ночью в очередной раз слили. Вроде как уже закрепились мы вчера выше наклонной, выше границы флетового диапазона. Но, тем не менее, снова улетели в шорт. Снова вернулись во флет. Ну что ж, наверное, снова ожидают нас эти долгие качели, долгие блуждания по флету. Во флете мы единственное, чего можем заработать, это только от верхней и нижней границы данного флета. Поэтому здесь у нас просто расширяется диапазон. Нижняя граница 28.259. Верхняя граница, ну, теперь уже, наверное, можно именно вот эту границу отметить. 32.333. И, кстати, вчерашний день, обратите внимание, опять та же самая фигура. Тот же самый бриллиант и тот же самый идеальный сценарий на отработку. Так что биткоин пока, друзья, не трогаем. Непонятно, что с ним будет дальше. Границ, как таковых, нет. Да, мы сейчас стоим на пивоте, и многие могут сказать, так, отчету думать, можно прямо сейчас закупиться. Но, тем не менее, я все-таки рекомендую немножко подождать и понаблюдать за тем, куда пойдет цена. Единственное, что приходит здесь действительно на ум, это то, что мы вниз пойдем вот по такой трехсоставной конструкции. И покупки можно будет попробовать чуть раньше, чем нижняя граница. Это где-то 28.783. Но делать это нужно будет, естественно, очень аккуратно, потому что при ретесте зеркального уровня мы можем дальше не пойти, а пойти вниз на пробой нижней границы. На этом у меня все. Желаю вам хорошей торговой недели, профита. Всем пока. Продолжение следует...